Доброе утро всем, друзья! Буду рада за ваши комментарии, как видно, как слышно. Так... Скажет самого Фия. Здравствуйте, Инстаграм. Доброе утро. И вам привет-привет. Буквально минутку мы настраиваемся. Доброе утро, Натали. Не слышно. Сейчас. Сейчас. Доброе утро еще раз. Отлично. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Рада вас видеть, друзья. Ну что ж, мы будем потихоньку начинать. Доброе утро, друзья, из Инстаграма. Рада всех видеть. Хорошо. Так, буквально еще один нюанс. Всем ли точно видно и слышно? Хорошо. Ну что ж, друзья, доброе утро вам из солнечного, жаркого. Видите, я тут от солнышка прячусь, как могу, Дубая. У нас уже почти лето, 35-38, как повезет. Вот, поэтому, мне кажется, самое время, поскольку уж тем более у нас эта неделя проходит под знаменованием классической йоги, мне кажется, самое время также вспомнить корни, основы. Хочется сегодня разогреться плотно, приветствуем солнце, практикой суринамаскар. Сегодня нам Иван Улитко прочитал замечательную лекцию во вторник по санскритским корням, название асан. И сегодня также мы будем делать немного асан, но мы будем делать их тщательно, с разбором, с названием, со всеми акцентами, чтобы все-таки вот вкусить состояние классической, неспешной, такой вот основательной йоги. И приглашаю вас начать подвигаться бедрами, ягодицами из стороны в сторону. Хорошо, чтобы вы могли умастить максимально плотно и ровно, расправить поясницу, несколько круговых движений плечами назад. Хорошо, потянули плечи вниз, сжали лопатки, раскрыли руки в джиняна мудру, мудру знаний. Средний палец нащупал линию жизни на ладошке, большой указательный сомкнули, и мизинец безымянный распрянили. И еще раз плечики отвели назад, потянули плечи вниз, лопатки свели, макушку максимально вытянули вверх, прикрыли глаза и ощутили натяжение по всему позвоночнику, от копчика вверх к макушке. Сделали несколько глубоких вдохов, выдохов. Возвращаем себя из всех других мест, дел, планов на выходные, того, что нужно не забыть, на что обратить внимание. Сейчас самое главное, на что нужно обратить внимание, это ваше тело, ваше ощущение себя изнутри. Внимательное, заботливое обращение с телом, интерес, желание углубиться в себя, увидеть, прочувствовать больше. Помогаем себе довернуть себя из всех других мест, дел, задач, людей, общений, внутренних диалогов. Актуализируем, где тело соприкасается с ковриком, ощущаем стопы, бедра, где тело соприкасается с воздухом, температуру воздуха на коже, какой он прохладный, если ветерок жаркий, влажный. И также части тела, которые покрыты одеждой, текстура одежды, тканей. Ощущение на коже. Глубокий вдох. Выдох. На вдохе через стороны потянулись руками сильными, ровными, красивыми вверх. Руки в локтях ровные, сложили ладоши вверх. И хорошо выросли, как будто в позе дерева. Вытягиваемся, можно даже немного подвигать корпусом влево, вправо потянуться. И раскрыли руки за линию у шеи, потянули подбородок вниз, параллельно полу, а макушку вверх. Еще вырастаем. Ягодицы плотно вдавливаем в землю, растем, ощущаем натяжение, жар по всему телу. Не зажимаем шею, расслабили, подвигали шеи ухом к одному плечу, к другому. И еще ладошки плотно сомкнули, выросли вверх. И еще несколько глубоких дыханий здесь. И выдох. Медленно начинаем склонять корпус вправо, левое бедро плотно вдавливаем в коврик. Растягиваем себя по всей левой боковой поверхности от бедра, по боковой поверхности ребер, через подмышку, кончики пальцев в руку. Вдох, потянулись медленно вверх, выросли. Доравняли свой корпус, выровняли руки в локтях, выдох, опустили плечи от ушей, высвободили шею. И с выдохом медленно теперь наклоняемся к лево. Растягиваем правую сторону, правое бедро плотно, умачиваем, вдавливаем в землю, дышим. Хорошо. И еще выросли вдох, уже должно тело дрожать от жара. И с выдохом раскрываем ладони в стороны, руки ровные и скручиваемся вправо. Левая рука уходит на правое колено, взгляд за правое плечо, дышим. Дотягиваем подбородок за плечом, как будто подбородок хотим поместить над плечом. Хорошо. И на вдохе от головы, от подбородка, медленно раскручиваемся вперед. Выдох, скрутились влево. Правая рука ушла на левое колено. Оттянули максимально левое плечо назад. И теперь докручиваем шею, подбородком тянемся к плечу, дышим. Дыхание глубокое, ровное. Вдох в живот, затем в грудь. Затем выдох из живота, опускаем грудь, ключицы. И на вдохе максимально медленно развернулись вперед головой, подбородком. И еще раз круговое движение плечами назад. Растем макушкой вверх. Руками себя плотно обняли за колени. И еще немножко даже бедрами отошли назад. Выровняли максимально поясницу. Потянулись макушкой вверх. И сделаем тоже классическую позу, называется йога мудра. Помогаем себе руками, дотягиваем за колени. Выдох, с ровной спинкой опускаемся. Повернусь, чтобы вам было видно. И выдох, расслабляем живот. И с ровной спиной опускаемся вниз. И только в самом конце уже опускаем голову вниз, тянемся лбом к коврику. Здесь можно руками остаться внизу. Захватываем колени. При этом ягодицы не отрывая. Здесь также можно домассировать себе шею, расслабить заднюю поверхность шеи. Взяли замок сзади, на затылок положили. И с выдохом бережно, медленно дотягиваем себя вниз. Тянем лоб к коврику, дышим. Акцент делаем. Локти можно положить на коврик. Акцент делаем на раздышивание живота. Вдох, живот и выдох. Максимально выдохнули из живота. Еще несколько раз. Можно приятно дотягивать себя за верхние шейные позвонки. Где-то вот где шейка у нас переходит в волосяной покров. Приятно растягиваем эту зону. При этом расслабляем бедра, ягодицы. Активно дышим животом. И на вдохе медленно опустили руки на коврик перед собой. И не зажимая шею, взгляд смотрит все еще в пол. И медленно-медленно поднимаемся от макушки с ровной шеей вверх. Руками подползаем медленно к корпусу. И выравниваем всю спинку. Хорошо. И сейчас же сделаем растяжение передней поверхности тела в другую сторону. Ладони сложили назад. Уложили ладошки друг к другу. Пальцы смотрят назад от себя. Ладони максимально параллельны. Для того, чтобы вы ощутили плотное зажимание лопаток между собой. И раскрытие за счет этого плечей и ключиц. Вот это движение. Именно здесь нам хочется растянуться в верхней части груди. Руки в локтях ровные. Дышим. Несколько сделали глубоких дыханий. При этом подвигали коленками. Расслабили бедра. И вдох. Живот. Затем грудь. Верхняя часть груди ключицы. Максимально растягиваем ключицы в стороны за счет от движения плечей назад. И добавляем растяжение в верхней части корпуса. Подтягиваем подбородок вверх. Дышим. Глубокое дыхание здесь. Толкаем грудину все время вперед. Может быть шипящее дыхание в горле. Отлично. Дышим. И еще. Толкаем. Сжимаем сзади лопатки. Расправляем ключицы. Чувствуем натяжение от лобковой кости вверх по передней поверхности груди. К подбородку. Дышим. Выдох. Максимально медленно опустили подбородок вниз. Параллельно полу. Выросли макушкой вверх. Отодвинули руки. И встряхнули. Хорошо. Где-то, может, забястия ощутились перенапряженными. Расслабили их. Размассировали. Хорошо. И сделаем еще одно упражнение на растяжение канала в рук. Подтянули кончики пальцев рук друг к другу. Плотно сжали. И натянули кончики пальцев рук теперь к плечам. Вот у нас движение. Сяду так, чтобы вам было везде ровно. И на вдохе через стороны выровняли руки в локтях. Отвели плечи назад. Сжали лопатки. Потянулись макушкой вверх. Подбородок параллельно полу. И на вдохе через стороны прямые руки медленно с глубоким дыханием протягиваем через стороны вверх. Не зажимаем шею. Постоянно вытягиваемся макушкой вверх. Подбородок параллельно полу. Дыхание ровное, глубокое. Вдох живот, затем грудь, затем ключица, верхняя часть груди. Не ослабляем натяжение в руках. Каналы рук натянуты от кончиков пальцев рук по внутренней поверхности, к подмышке, к плечам и даже к центру груди. При правильном натяжении ощущаем жар, покалывание приятное. Плечи опускаем вниз. Если где-то ослабело натяжение, чувствуете, потеряли в одной из рук или в двоих. Дотянули кончики пальцев рук на себя. С выдохом медленно опускаем. Локти выровняли. Дышим. Можно задержаться здесь, ручки параллельно полу. Еще ощутить натяжение. Раскрыли грудной отдел. Дыхание уже должно углубляться в груди за счет натяжения канала в рук. И медленно опустили. Встряхнули. Хорошо встряхнули руки, размассировали кисти. Хорошо. Еще больше потрясли. Замечательно. И сделаем также в обратную сторону. Растяжение внешней поверхности канала в рук. Сложили кулаки. Большой палец у нас сверху кулачок зажимает. И в этом положении раскрыли внутреннюю поверхность локтей к потолку. Вот у нас внутренняя поверхность локтя смотрит вверх к потолку. Мы раскрываем ручку таким образом и удерживаем кулак. Подтянули здесь кулаки на себя. Вот это движение у нас. Кисть подтягиваем на себя. Хорошо. При этом локти удерживаем ровными. Максимально вырастаем макушкой вверх. Снова подровняли корпус. Просмотрели, не загнулась ли поясничка сзади. Где потянули лобковую кость на себя. И на вдохе через стороны точно так же. Здесь уже должно быть ощущение в самом низу. Когда вы только сложили кулаки и потянули их на себя. Есть ощущение натяжения по боковой поверхности. От костяшек на кулаках по запястью до локтя вверх. Предплечье, плечо. Дышим. Постоянно тянемся ручками вверх. Макушкой вверх. А подбородок параллельно полу. Руки в локтях ровные. Выдох. Подтянули кулаки еще больше на себя. Уже есть ощущение жара, натяжения по всей боковой поверхности. От костяшек кулаков вниз. К плечам. К центру груди. Хорошо. И здесь уже точно хорошо размяли запястья, ладони. Где-то есть ощущение может застревания энергии в каналах. Домассировали. И помогли себе. Раскрыли вот таким вот движением. Взяли себя за кончики пальцев рук. И потянулись вниз. Хорошо раскрыли внутреннюю поверхность руки. И другую руку точно таким же образом. Хорошо. Встряхнули обе руки. Это у нас был разогрев. И теперь медленно встаем. И переходим к основной части комплекса. Сделаем с вами еще одно классическое упражнение у Диана Банха. Я детально объясню нюансы. И мы сделаем с вами три раза. Становимся на коврик. Стопы параллельно друг к другу на уровне ширины бедер. Пальцами ног зацепились за коврик. Хорошо. Если вам не хватает места, можно поставить ножки чуть-чуть шире. Что мы будем делать? Глубокий вдох. Выдох изо рта. Резкий. Таким образом. Задержка на выдохе. И втягиваем живот в себя. Так, чтобы вам было видно. И стоим. Положение рук может быть вот таким. Пальцы смотрят внутрь. Может быть вот таким. Задача здесь у нас, чтобы у нас не провисала поясница. И чтобы у нас не подскакивали плечи к ушам. А наоборот. Чтобы у нас была ровная вытянутая спинка. И обязательно руки ровные в локтях. Итак, мы сделаем три раза. Максимально здесь подтягиваем живот к задней поверхности спины. И стоим сколько можем. Поехали. Три раза. Вдох. Выдох. И изо рта. Тянули живот в задержках. Хорошо. Вдох. И еще два раза. Выдох. Резкий. Живот подобрали. И последний раз. Глубокий вдох. Резкий выдох. Хорошо. Сейчас сделаем очистительный выдох, стоя, раскрыли ноги шире ширины плечей, вдох, руки через стороны подняли вверх, и с выдохом резко выдыхаем из живота и роняем корпус между ног. Выдох, еще раз вдох, выдох, и последний раз вдох. Остались корпусом здесь внизу, расставили ножки шире. И в этом положении мы сейчас будем делать три иконасана. Расставили ноги шире, насколько вам удобно позволяет растяжка. Поставили немножко пальцы внутрь, а на пяточки в рот, чтобы было ощущение устойчивости на коврике. В этом положении мы с выдохом ставим левую руку по центру, прямо под грудью, по центру коврика, вниз. Можно на ладонь, можно на кончике пальцев рук. При этом посмотрели на бедра, чтобы у нас оба бедра были на одном уровне. Параллельно друг к другу. Это очень важно для того, чтобы у нас поясница при этом не страдала, а наоборот укреплялась. Хорошо. И в этом положении левая ладонь по центру между ног, под грудью, посмотрели вниз, подровняли бедра, включили пресс. И на вдохе раскрылись левой рукой вверх. Дышим. Толкаем, постоянно растем кончики пальцев вверх и оттягиваем верхнее плечо назад. Глубокое дыхание. Скручиваемся вдоль позвоночной оси, взгляд на верхнюю ладонь. Не забываем про бедра, постоянно как будто внутреннюю поверхность бедер. Тянем к серединной линии между ногами. Дышим. И еще растем ладонью вверх, а верхнее плечо назад оттягиваем. И еще последний глубокий вдох. И выдох. Опустили ладонь вниз. Хорошо. Перевели дыхание. И в этом положении теперь меняем руки. Левая, правая ладонь на пальцах или на полные ладони. По центру, под грудью. Точно так же посмотрели вниз на бедра. Подровняли их обязательно. И в этом положении выдох. Раскрыли левую ладонь вверх. Удерживаем плотно бедра параллельно друг к другу. И толкаемся, как будто даем себе импульс от нижней руки растянуться к верхней. Толкаем руку вверх, взгляд на верхнюю ладонь. И плечо толкаем назад. Дышим. Не сдерживаем дыхание. Дыхание при скручивающихся асан, оно очистительное. Прочищаются глубоко каналы. Дышим еще. Еще одно глубокое дыхание. И выдох. Опустили руку вниз. И здесь уже с выдохом максимально расслабили корпус. Потянулись головой. Можно расслабить здесь максимально макушку. Кого-то потерялся наушник. Дышим. Хорошо. И максимально расслабили шею. Макушка смотрит в пол. Глубокое дыхание. И здесь можно ручки положить к себе над щекотками или зацепиться за стопы. Локти можно согнуть вверх. Хорошо. Хорошо. Дышим. Макушка смотрит в коврик. И на вдохе поставили ручки снова по центру между ногами. Немножко подсобрали ноги. И здесь еще дотянемся корпусом и двумя руками к правой ноге. Захватили обе руки за правую стопу над щекоткой. И с выдохом максимально расслабляем живот. Тянемся с животом к передней поверхности бедра. А головой к лбом колену дышим. При этом стараемся оба колена удерживать ровными. Хорошо. И на вдохе точно так же две руки переносим к левой стопе. И здесь обязательно тянемся, дотягиваемся, расслабляем живот. И с животом тянемся к передней поверхности бедра. Умастились живот. И только потом догибаем голову, тянемся лбом, колену. Дышим. Хорошо. И на вдохе снова руки по центру. И помогаем себе упор на руки. Медленно сводим стопы маленькими шагами друг к другу. И здесь можно либо на вдохе руками поползти вверх. С прямой поясницей подтянули здесь. Обязательно подтянули. Управили гиперпрогиб. Подтянули здесь пресс на себя. И медленно выныриваем вверх. Хорошо. Отлично. Что-то сегодня волосы очень непослушные у меня. Сейчас перейдем с вами к как раз комплексу приветствия солнца. Сурья Намаскар. Я буду объяснять детально какие-то основные ключи для правильно, безопасной и, главное, эффективной практики. Посмотрим связь. Вроде бы у нас все хорошо. Что мы будем делать? Мы будем с вами дышать вслед за движениями. То есть у нас как бы движения нанизываются на дыхание, как вот маленькие бусинки на ниточку. Центральная нить и через весь комплекс у нас будет проходить именно дыхание. Прежде чем мы начнем практику приветствия солнца, сурья, намаскар, намаскара, мы все-таки вспомним, да, я не знаю, где вы находитесь, я в два, у меня солнца много. Если сейчас у вас пасмурный день или дождливо, все-таки для правильного состояния, вот ощущения этого жара, этого тепла, ощущения приветствия, да, небесному светилу, мы вспоминаем ощущение солнечного тепла на коже. Возможно, вам где-то посчастливилось сейчас стоять на солнышке, возможно, нет, но в любом случае представляем солнце за тучами, на небе, вспоминаем те приятные переживания, которые у нас были связаны с этим светилом. И здесь уже выравниваем правильно корпус, пальцами ног хватаемся за коврик, подтягиваем таз на себя, подкручиваем лобковую кость на себя, высвобождаем таким образом поясницу. Зажимаем ягодичные мышцы, переднюю поверхность бедра подтягиваем, это дает импульс вырасти корпусом вверх. Складываем руки в намасте к груди, это будет пранамасана. Молитвенная поза. Успокаиваем дыхание. И снова ощутили солнце на коже, представили его там на небе, пусть за тучами, или сейчас прямо на небосводе. Еще одно глубокое дыхание. Вдох, живот, грудь, включите. На вдохе медленно поднимаемся на кончики пальцев ног, вырастаем и вырастаем руками вверх и раскрываем ладони перед собой. Ладошки смотрят вперед, кончики пальцев рук собраны, натянуто все тело, как струна хаста-уттанасана. Поза вытяжения рук. От рук вытягиваем весь корпус вверх. Подбородок параллелен полу, макушка тянется вверх, пальцы рук тянутся вверх. Все тело вырастает вверх, за руками дышим. Ягодичные мышцы подсобираем. Взгляд параллелен к горизонту. И с выдохом очень медленно опускаемся на полную стопу. Потянулись еще руками вверх, да выровняли поясницу. Зажали ягодичную мышцу и очень медленно тянемся ровными руками вперед, как будто вас кто-то тянет вперед за руки. Становлюсь так, чтобы было видно. Хорошо, медленно, медленно. Не прогибаемся в пояснице. Подобрали пресс на себя. И с выдохом медленно опустились вниз в падах астан. В падах астан. Стопы к ногам. Поза аиста. Глубокий выдох в первую очередь из живота. Руки можно удерживать на полу или взять себя за ноги, на чиколотке. И здесь выдох. Максимально глубокий выдох из живота. Расслабляем живот. Выдох. И затем потянулись уже лбом по направлению к коленям. Макушка смотрит в пол. И сместили вес тела немножко вперед на стопы. На переднюю поверхность стопы. Дотянули каналы ног сзади. Дышим. Руками дотягиваем сильный корпус ниже. Дышим. Плечи оттягиваем назад. Лопатки все так же сводим. Хорошо. Выдох. Пальцы рук или ладони положили на коврик. Выпад левой ногой назад. Ашвасанчаланасана. Поза наездника. Здесь у нас переднее колено остается 90 градусов. И при этом мы немножко отводим его в сторону. Раскрываем при этом глубже бедро. Задняя нога может прогнуться коленом вниз в пол. И это дает нам свободу раскрыть грудь больше здесь вверху. Потянуться макушкой вверх и даже подбородком вперед. Если же у вас поясница ощущается болезненной, вы можете при этом выровнять заднее колено и максимально тянуться пяткой в пол. Пальцы рук или ладони под плечами. Еще раз раскрыли грудь. Круговое движение руками назад. То есть плечами назад. Максимально сомкнули сзади лопатки. Дышим. Переднее колено отводим в сторону. Чувствуем натяжение от подбородка по передней поверхности груди. И по прямой ноге сзади. Дышим. Выдох. Ладони сложили под плечами. Отставляем переднюю ногу назад. Парватасана. Упор. Поза горы в переводе санскрита. И здесь обязательно нам нужно отъехать пятками назад. Запястье строго под плечами. Подобрали таз к себе. Включили пресс. Напрягли ягодичные мышцы. Дышим. Взгляд в пол. Вырастаем макушкой вперед. Все тело натянуто как струна. Ощущаем ровную линию. Голова. Шея. Спина. Пятками постоянно отъезжаем назад. Дышим. Локти ровные. Выдох. Опустились на колени. В позу отдыха баласана. Ягодицы коснулись пяток. И на вдохе скользим сразу же здесь подбородком, лбом над ковриком. Так, чтобы грудь умастилась по центру между ладонями. И умащиваем также подбородок на коврик. У нас восемь точек. На полу подбородок, грудь, обе ладони, оба колена и пальцы ног обеих стоп. Аштанга намаскара. Поклонение восьми точками. При этом оттягиваем плечи от ушей. Сжимаем лопатки. Локти приводим к корпусу. Продолжаем дышать. Растягиваем плечи назад. Еще несколько глубоких дыханий. Шипящее дыхание в горле. Отлично. На вдохе сильными руками толкаем себя вверх. Урдвамукашванасана. Собака мордой вверх. И здесь мы можем пока расслабиться, уложить колени на коврик. Я расскажу какие-то важные ключи. Руки можем расставить шире ширины плечей. И проверить, раскрыта ли грудь, можно сделав вот такое вот круговое движение плечами. Если у вас руки слишком близко стоят, вы не сможете его сделать. Не будет хватать места для раскрытия груди. Круговыми движениями. Хорошо промассировали плечевой пояс. Сжали лопатки. Раскрыли грудь. Внутреннюю поверхность локтя толкаем вперед. Это дает импульс раскрыть верх груди. Максимально зажали ягодичную мышцу. Можно остаться здесь. То бишь стопы смотрят в коврик. Можно поставить кончики пальцев ног на коврик и отъехать ягодицами назад. Это более сложный вариант, если у вас ощущается поясница. Но он классически так у нас прописан. Пятки отъезжают назад. Колени ровные. Оттягиваем плечи назад и тянемся подбородком вверх. Сжимаем сзади лопатки. Лопатки тянем к пояснице. Чтобы не ощущалась поясница, нужно взять мула-банху. Напрячь мышцы промежности тазового дна. И если у вас совсем поясничка ощущается, можно уложить стопы на коврик. Из этого положения максимально собрали пресс. Потянули ребра к бедрам. И выходим ягодицами назад. Адаму-кашванасану. Или собаку мордой вниз. Тянемся пятками к коврику. Сильные руки ровные в локтях. Ноги выравниваем. Пятки максимально стремятся к коврику, насколько вы можете. Это включает икроножную мышцу, заднюю поверхность бедра. И с выдохом подтягиваем живот немного в себя. И при этом еще включаем также корпус с дотяжением грудью, головой вниз к коврику. Руки в локтях ровные, сильные. Дышим. Дышим. Все тело по задней поверхности напряжено, растянуто. С выдохом подбираем живот немного в себя. Еще одно глубокое дыхание. На вдохе выпад левой ногой вперед между ног. Переднее колено 90 градусов. Хорошо. Руки по обеи стороны от передней стопы. И заднюю ножку можно оттянуть пяткой назад, выровнять заднее колено. Это усилит растяжение в паху, в бедрах. Хорошо. И здесь с выдохом раскрываем колено в сторону. Усиливаем натяжение в левой поверхности бедра, левой. Сжимание левой ягодичной мышцы. Руки в ладонях или кончики пальцев рук строго под плечами. И круговое движение плечами. Сжимаем лопатки, тянем лопатки к пояснице. Вырастаем макушкой вверх. Здесь можно также опустить колено чуть-чуть в пол. И дать себе здесь свободу верхней части груди дотянуться подбородком выше. Еще одно глубокое дыхание. Хорошо. Выдох. Это у нас была Ашвасанчалана Асана, поза наездника. И вдох. Подставляем короб, ножку заднюю вперед. И это у нас снова будет Падахаст Асана. Поза Аиста. Пальцами ног зацепились за коврик. И с выдохом максимально выдыхаем из живота. Для того, чтобы правильно войти в эту Асану, нужно обязательно расслабить живот на выдохе. И только затем уже догибаемся корпусом вниз. Лбом по направлению к коленям. Можно захватить себя сзади за икроножные мышцы. Обязательно выдох. Расслабляем живот. И только затем тянемся лбом по направлению к коленям. Вес тела переносим чуть-чуть на переднюю поверхность стопы. И доотключаем заднюю поверхность ног. Таким образом, макушка смотрит в пол. Шея ровная. Плечи оттягиваем от ушей. Здесь может пойти дрожь по ногам. Отлично. Дышим. Еще одно глубокое дыхание. На вдохе. Здесь нам нужно будет сейчас очень медленно, правильно, аккуратно закрыть задний серединный медиан, который у нас сейчас максимально включен. Руками медленно ползем вверх по ножкам. Здесь подобрали на себя таз. Выровняли поясницу. Зажали ягодичные мышцы пресс. Медленно выровнялись. Выровнялись. И растем руками вверх. Хаста утонасана. Поза вытяжения рук. И в этом положении мы сейчас раскрываем, чтобы вам было видно, руки в стороны. При этом удерживаем поясницу ровной. Ягодичные мышцы включены. Передняя поверхность бедра сокращена. Каналы в руках натянуты, руки в локтях ровные. Толкаем вверх, именно в верхнюю часть груди. Ощущаем солнечные лучи на себе. Ощущаем жар в теле. Ощущаем сопереживание, восхищение, восторг чем-то большим. На вдохе сомкнули руки над головой. Выдох груди. Намасте. Пранамасана. Молитвенная поза. Завершающие несколько глубоких дыханий. Сознание в теле. Ощущаем, что поменялось в теле. Расслабили плечи, потянулись макушкой вверх. На вдохе через стороны потянулись снова руками вверх. С выдохом уже со всеми ключами. Включили ягодичные мышцы, пресс, продольные мышцы спины включены. Медленно тянемся корпусом вниз. Пальцами ног ухватились за коврик. И снова в падаха, астасана. В выдохе расслабили живот, макушку посмотрели макушкой в пол, лоб на колени. Ладони поставили перед собой. В выдохе. Одна стопа уходит назад, другая. Парватасана, поза горы или планка. Максимально поставили запястье под плечами. Отъезжаем пальцами, стопами назад. Пальцами ног толкаемся в коврик, а пятками назад. Глубокое дыхание. Уплотняем переднюю поверхность тела. И еще одно глубокое дыхание. Подтягиваем лобковую кость на себя. Ягодицы напряжены. Ощущаем жар в теле. Взгляд в пол, шеи ровно. Выдох. Опустились на колени. И выходим в баласану. Отдыхаем. Дыхание ровно. Расслабили все тело. Лоб на коврике. Можно даже локти расслабить. Успокоили дыхание. На вдохе ладонями медленно подходим к себе. Выравниваем корпус. И сейчас с вами сделаем еще одну асану на раскрытие передней поверхности тела. Уж трассана. Посмотрим, что у нас со временем. Хорошо. Отлично. Колени у нас стоят ровно под бедрами. Параллельно друг к другу. На ширине бедер. Мы с вами сделаем очень легкий вход. И потом, когда мы разогреемся, я также покажу классический вход в эту асану. И мы даже упростим тем, что мы поставим кончики пальцев ног в коврик, чтобы у нас была более высокая основа за счет высоких пяток. Здесь обязательно мы включаем пресс, подтягиваем таз на себя, сжимаем ягодичные мышцы и вырастаем корпусом вверх. Ладонями удерживаем поясницу ровной. Пальцы рук смотрят вниз в пол. И это дает нам возможность сомкнуть локти сзади, что уже смыкает приятно, сжимает лопатки. Выталкиваем плечи назад. И уже даже здесь как-то логически дальше хочется прогнуться подбородком вверх. Делаем. Ягодичные мышцы напряжены. Поясница ровная. И выталкиваем. Оттягиваем макушку назад, подбородок вверх. А локти все сводим к себе. В этом положении можно остаться, если вы чувствуете себя устойчиво. Одну руку переносим на одну, пятку на другую. И остаемся в уш трассане. Ключи здесь. Ягодичные мышцы все еще собраны. Поза верблюда. Промежность можно также собрать. И толкаем бедра вперед. Как будто мы хотим оттолкнуться корпусом вперед. А руки, захваченные за пятки, нам не дают дышать. И здесь можно прогнуться также. Откинуть голову назад. Потянуться подбородком вверх. Если у вас шейка сзади ощущается болезненной, можно держать подбородок вниз по направлению груди. Еще несколько глубоких дыханий здесь. Таз толкаем вперед. Ягодичная мышца напряжена. Выдох. Обязательно в начале подбородок потянули к груди. Одну ладонь сместили на поясницу, другую. Ладонями распрямили поясницу, выровняли. Уложили стопы на коврик. И очень медленно усадили ягодичные мышцы на пяточки. И с выдохом умастили себя снова в позе отдыха. Лоб на коврик. Отдыхаем. Глубокое дыхание. Сознание в теле. Не вылетаем. Ощущаем, как чувствуется грудь раскрытая. И медленно ладони ставим под плечами на коврик. Медленно вырастаем от макошки с ровной шеей, с ровной спиной. И садимся. Как и обещала, среди нас, наверное, есть практики разного уровня. Напомню, классический вход в Уштрасану. И те, кто даже первый раз пробует, если поясница у вас здоровая, сильная, поддерживается мышцами правильно пресса, то в принципе вы можете даже делать таким образом. Руки сразу ставим на пяточки. И здесь раскрываем вверх точно так же. Вначале подбородок, затем грудь. Выныриваем уже здесь. Максимально раскрыли себя. Вот как будто дальше уже некуда по передней серединному меридиану. И затем толкаем таз вверх, вперед. И точно так же акцент на сжимание ягодичной мышцы. И точно так же на толкание таза вперед. И выдох точно такой же плавный. Максимально вначале потянулись подбородком к груди, затем усадили таз на пяточки. И затем медленно вошли в компенсирующую, растягивающую поясницу позу лоб на коврике. Дышим. Хорошо. Ладони снова под плечами. Очень медленно выходим. И сейчас скомпенсируем поясничку уплотняющей асаной на васана поза лодки. Оттянули ягодичные мышцы назад. Потянули стопы на себя. Сократили переднюю поверхность бедер. Выросли макушкой вверх максимально. Вытянули. Ощутили вот эту ровную линию голова, шея, весь корпус. И как в нее можно войти? Вначале можно согнуть колени. Оттянуть ягодичные мышцы еще назад. Да, это такой упрощенный вариант. Балансируем на ягодицах, на бедрах. Подтянули колени. Можно держать себя снизу за колени для устойчивости. Вот это упрощенный вариант. Когда ножки у нас согнуты в коленях, кончики пальцев ног натянуты от себя. Здесь обязательно тянемся корпусом, бедрами к передней поверхности бедер. И вот это у нас классический вариант. Ножки здесь будут дрожать. Тянемся все так же бедрами с животом к передней поверхности бедер. Стопы на себя. Выбрали какая для вас асана более подходящая. И тянемся плечами вперед. Руками вперед. Ножки дрожат. Отлично. Дышим. Все время подтягиваем корпус вперед. Еще два дыхания. Выдох. Медленно не бросая ноги. Уплотняя пресс. Опустили и легли на спину, на коврик. Отдыхаем. Расслабили поясницу. Расслабили ягодичные мышцы. Опустили плечи в коврик. Перевели дыхание. Сознание остается в теле. На вдохе через стороны потянулись руками вверх. Будем входить в па-шима-тран-асану. И на вдохе сели в позу угла 90 градусов. Включили хорошо здесь пресс. Пальцы ног уже натянули на себя, чтобы вам было видно. В инстаграм тоже. Давайте вначале опустим руки. Высвободили ягодичные мышцы. Оттянули их максимально назад. Выровняли поясницу. Раскрыли корпус. Потянулись плечами назад. Сжали лопатки. На вдохе через стороны потянулись руками вверх. Максимально выросли от макушки, от рук. Дышим. Передняя поверхность бедер сокращена. И выдох. Тянемся снова к падаха-стасами. Как будто кто-то нас тянет руками вперед. Мягенько укладываем вначале живот на переднюю поверхность бедра. И только затем зацепились руками за боковую поверхность стоп или сверху на чиколотками. Выдох. Расслабляем живот. И затем грудь. И затем только лоб тянется к передней поверхности коленей. Дышим. Стопы подтягиваем на себя. Передняя поверхность бедер напряжена. Здесь ножки также могут дрожать. Ничего страшного. Продышиваем напряжением в ногах. Выдох. Живот. Расслабляем. Оттягиваем плечи от ушей. Подтягиваем стопы на себя. Растягиваем икры. Бедра. Поясницу. Продольные мышцы спины. Дыхание глубокое, сильное. Шею. Затылок. И также руки. И выдох. Если у вас напряглись сильно руки или шея, или плечи, можно расслабить руки, но удерживать натяжение корпусом вниз. И еще два глубоких дыхания. И выдох. Последний максимальный выдох из живота. И на вдохе здесь также очень правильно выйти из асаны. Мы тянемся вначале макушкой вверх. Шея ровная. Руками скользим. Или идем по ногам вверх. Плечи ровные. Хорошо. И давайте небольшой отдых. Также умастили здесь поясницу на коврик. И подтянули колени к груди. Расслабили поясницу. Поперекатывались с одной части на другую. Помассировали. Хорошенько. Хорошо. Расслабляем шею. Натянули носочки от себя. Подтянулись лбом. Взяли руки в замок. На затылке. И тянемся лбом коленем и локтям коленем. Максимально растягиваем заднюю поверхность шеи. Плечи тянутся вниз в пол. А лоб коленем. Голова отдыхает. Шея отдыхает. Поддерживается руками. Плечи тянутся вниз вверх. Медленно позвонок за позвонком. От нижних к верхним. Опустили голову на коврик. Хорошо. Потянули снова колени на себя. И небольшая качалочка вперед-назад. И сели с ровной спинкой. Так, что у нас по времени? Хорошо. Отлично. Что у нас со связью? Хорошо. Вроде бы все отлично. У нас еще есть 10 минут времени. Хочется вам показать одну из моих любимых асан. Даже несколько. Также классических. Ардхаматсииндрасана и также гумукхасана. Давайте войдем в Ардхаматсииндрасану в упрощенном варианте. У нас будет левая стопа прямо лежать на коврике. Подтягиваем пальцы ног на себя. Оттянули опять ягодичные мышцы назад. Выровняли поясницу. Входим в нее через вакрасану. Вогнутую позу мы подтягиваем колено к груди. И это уже надает нам растяжение боковой поверхности бедра. Верхней ноги хорошая. При этом мы не тянемся корпусом к ноге, а наоборот. Корпус удерживаем ровно. Вырастаем макушкой вверх. Плечи оттягиваем назад. А колено подтягиваем к груди. В этом положении на вдохе мы заносим левый локоть. Упираем его в правое колено вверху. И это дает нам толчок раскрыть правую руку назад. Правая ладонь уходит за заднюю поверхность спины на коврик. И мы скручиваемся, раскрываемся назад. Взгляд за правое плечо. Подтягиваем постоянно корпус к бедру. Бедро к корпусу. Нижняя нога натянута. Пальцы ног натянуты на себя. И здесь уже достраиваем верхнюю часть тела. Взгляд за плечо. Дышим. Как обычно, скручивающая асана. В ней сложно дышать. И именно поэтому это дыхание очистительное. Прочищаем каналы тела более глубоко. Дышим. Взгляд вперед на вдохе. Раскрыли себя от корпуса, от головы вперед. И здесь сразу же войдем в гамму к асану. Здесь делаем классический вариант. Ножки подсобрали. В идеале мы садимся на ягодичные мышцы. Очень обязательно при этом, чтобы оба бедра были на коврике. И укладываем, насколько это возможно, одно колено над другим. Здесь мы уже будем ощущать заднюю поверхность бедер. Глубокое натяжение. Круговое движение плечами назад. Боковая поверхность стоп упирается в коврик. За счет этого мы садимся ровно. Поерзали ягодичными мышцами, бедрами на коврике. Раскрыли корпус. Подтянули, также убрали прогиб в пояснице ненужной. Подтянули лобковую кость на себя. Выровняли поясницу. Хорошо. Сделаем классический вариант. На вдохе руки параллельно полу. И с выдохом левый локоть заносится вверх. Одноименный с левой ногой. С той же стороны правая ручка у нас сгибается в локте. А левая рука уходит также сгиб в локте. И по возможности дотягиваемся кончиками пальцев рук. Ладонями к друг другу. Дышим. Здесь у нас растягиваются не только ноги. Но и у нас еще также приятно тянется верхняя рука. Трицепс растягивается глубоко. Тянется грудь. Мы ладонями надавливаем сзади между лопатками. И дышим. Корпус удерживаем ровным. Глубокое дыхание. Нижний локоть тянем в пол. Верхний в потолок. И еще. Выдох. Медленно раскрыли руки. Через стороны опустили. И это уже не классическая вариация гамукхасаны. Но не менее приятная. В чем-то даже любимая. И очень медленно дотягиваемся. Здесь ладошками ползем вниз. Хорошо. Грудь укладываем вниз на переднюю поверхность бедра. И медленно затем можно опустить голову вниз. Остаемся в этом положении. Я проверю связь. На секунду дышим. Глубокое дыхание. Хорошо. Мы сделаем еще на другую сторону. И продолжим точно так же. Хорошо. И в этом положении сделали еще несколько глубоких вдохов. Максимально расслабили живот. Максимально расслабили все тело. Под силой тяжести корпуса он обмикает. Под силой тяжести корпус наваливается на ножки. Это очень приятное растяжение в задней поверхности бедер. И на вдохе очень медленно выныриваем от макушки с ровной шеей, с ровной спинкой. Хорошо. И меняем ноги. Теперь у нас левая нога будет прямой для Адхаматиндрасаны на другую сторону. Правая стопа в колене заносится сверху. Стопой вдавливаемся в коврик. И так, наверное, наоборот. Теперь будет левая ножка прямая. Оттянули максимально ягодичные мышцы назад. Подтянули кончики пальцев ног на себя. Хорошо. Подтянули вверх макушку. Раскрыли плечи назад. Выровняли корпус. И тянем колено к груди. Ощутили натяжение здесь, боковой поверхности. Левого бедра. Дышим. Пальцы ног нижней стопы максимально натянуты на себя. С выдохом заносим правый локоть. И упираемся им в левое колено. Можно умаститься так, можно так. И это дает нам возможность раскрыть левую руку назад. Умащиваем ее ближе к задней поверхности корпуса, к пояснице на коврике. И оттягиваем плечо назад. Здесь нужно, если получается, подтянуть колено к груди еще больше, усилить натяжение боковой поверхности бедра. Нижнюю стопу натянули. Корпус не заваливаем назад. Макушка вверх. Корпус вперед. Дышим. И последний акцент. Вишенка на пироге. Дотягиваем шею назад, за плечом. Глубокое дыхание. И еще скручиваемся вдоль позвоночной оси позвоночника. Дотягнулись шеи, ощутили натяжение, скручивание в шейных позвонках. И вдох медленно от головы, от подбородка раскрылись вперед. Нижнюю ножку согнули в колене. Умастили обе ягодицы на коврик. Верхнее колено максимально над нижним. Растянули стопы в стороны, уложили на боковую поверхность. Хорошо. И в этом положении готовимся к гамук-хасане. Здесь уже может ощущаться приятное растяжение задней поверхности бедер. Выровняли корпус, плечи над бедрами. Выросли макушкой вверх. Глубокое дыхание. На вдохе через стороны расставили руки параллельно. С выдохом заносим левый локоть вверх, правый вниз. И тянемся теперь верхним локтем к потолку, а нижним к полу. Руки сложили в замок сзади или ладошки друг к другу, или пальчиками зацепились. И надавливаем затылком на переднюю поверхность верхней руки. Растягиваем приятно трицепс, дышим. Чувствуем натяжение и в бедрах, и в руках, и прогиб в груди. Глубокое дыхание. Гомукхасана, поза головы коровы. Считается в этом положении вид сверху похож действительно на коровье голову. Дышим. Хорошо, выдох, раскрыли руки через стороны. И мягенько, последний, финальный, очень приятный момент. Максимально глубокое. У кого есть ощущение зажатости и поясницы, и верхней поверхности ягодичных мышц. Напряжение в этих зонах, это должна в какой-то мере, может быть, стать ваша любимая асана. Она любимая моя. С выдохом расслабляем живот. Укладываем его на переднюю поверхность бедер. Можно уложить вес тела на локти. Можно на руки, на присогнутые локти. И здесь задача максимально расслабить все тело. Под силой тяжести тело расслабляется и приятно наваливается на ножки. И дальше уже все происходит само. Растягивается приятно бедра, поясница. Дышим. Можно умастить подбородок или одно еще на переднее колено. Глубокое дыхание. Сознание в теле. Ощущаем, какие зоны тянутся, где. Если есть очень такое напряжение сильное, можно туда направить дыхание. Если, скажем, это левая ягодица, можно ощутить, как будто вы продышиваете эту зону глубже, глубже. При этом ягодицы не отрываем от коврика. Еще несколько глубоких дыханий. Дыхание не сдерживаем. Вдох. Выдох из живота. Последний глубокий вдох. И на вдохе подходим ладонями к корпусу, к ногам. Медленно, с ровной шейкой, выныриваем вверх. Хорошо. Садимся. Уже завершаем наше занятие. Расправили уже хорошие разогретые ваши бедра. Выровняли поясницу включенную. Есть, наверное, после этого ощущения должно быть приятное переживание более разогретых внутренней поверхности бедер. И лекции должно быть сидеть в сукхасане, удобной позе, потому что протянулись приятно глубоко каналы ног. И несколько глубоких дыханий, также завершающих. Вернули сознание в тело. Успокоили ритм дыхания. Вдох, живот, грудь. Верхняя часть груди. Выдох из живота, из груди. Отрефлексировали свои переживания в теле, каких новых эмоций, состояний добавилось, физически, энергетически, как вы себя чувствуете. И на этом наша практика окончена. Я благодарю вас за внимание, за пятничное утро, посвященное своему здоровью, своему развитию. Приятно быть с вами. Небольшой анонс на следующей неделе. У нас с вами новая неделя, также в классическом ключе с акцентом на дыхание. И небольшой тизер, также будет во вторник. Лекция моя по дыханию и в классическом разрезе, и также в разрезе последних научных исследований связи дыхания, внимания, дыхания и эмоций. Будет интересно, друзья, присоединяйтесь. А на этом желаю всем хороших выходных и до новых встреч. Всего доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok